Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Вот эти чужие устроители нашей жизни, они отчетливо понимают, что победить народ на мировоззренческой основе, на так называемой политической, то есть система жизнеустройства общества, которая вооружена такими знаниями, о которых мы часто говорим, и обладающей силой, способностью себя защитить и так далее. То есть эти народы вообще не победить, понимаете? И тогда приходит идея, а как же их вот начать стравливать между собой? Вот сегодня на примере Украины, которая вроде бы как, это тот же самый народ, которому повесили другого названия, причем ему повесили его сравнительно недавно, там лет 100-150 назад, которого исторически вообще никогда не было. И вдруг этот народ начинает верить, что он украинцы, что они вот особые, вот они такие-сякие и так далее. В итоге, понимаете, получается, что этот народ становится как бы разобщенным. Его поделили на название, ему внушили, что он другой, и создали некоторые, так сказать, специальные обстоятельства, условия, которые потом пальцем покажут. Вот этот, вот этот виноват, он, вот, и если хоть какой-то такой, ну, исторический экскурс сделать, то вот Алексей часто говорит, ребята, нас, по сути дела, вот, ну, как население белого человека, да, мы сейчас не о превосходстве говорим, а о особых природных особенностях этих людей. И сумма которых на всей планете имеет свое предназначение, каждый из них, вот, и их осталось всего где-то порядка двух процентов, понимаете. Еще совсем недавно было 25, там, а в древние времена вообще больше. И вот смотрите, когда этот народ после последней катастрофы, после последнего потопа, даже та же Велесова книга, которая по, как бы, 25 тысяч лет последних описывает, да, она расписывает, как этот единый народ шел по северу, потом по Сибири, потом перемещался на юг, Европу там, ну, и так далее, и так далее, понимаете. И получается со временем уже даже то, что нам сегодня знакомо, единый народ вдруг стал там русскими, украинцами, белорусами, литовцами, эстонцами, норвежцами, шведами, финнами, ирландцами, да, там, сербами, хорватами, поляками, там, кто там, словаками, и так далее, и так далее, понимаете. Единый народ, генетически общий народ с той старой древней культурой, единым укладом, единым содержанием, как могучего народа, вот он стал, так сказать, называть себя по-разному. А потом вот эти самые доброходы начинают, так сказать, втуливать нам вот эти все, так сказать, поводы для разобщенности, для драки, для споров и так далее, и так далее. И во что превращается эта сумма могучего народа? Вот эти, так сказать, мелкие огрызки, с которыми делаешь все, что хочешь. И главная цель разделения, она как раз вот именно в этом. То есть могучий народ, способный на великие дела, способный обустраивать пространство по справедливости и по совести, вот, его начинают, так сказать, дробить, начинают внушать ему какие-то там особенности, да, ну вот, и вдруг мы сталкиваемся с тем, что вот были единым народом, а сейчас нам там этот народ рассказывает, какие мы плохие, неправильные, что нас надо там убивать, угнетать там или еще что-то такое. Понимаете, вот как это получается? Это все равно, что вашего сына, да, вашего ребенка, который, ну, предположим, поехал куда-то учиться, ему там внушили, что вы неправильный там отец, неправильный родитель, и вот это, вот это, вот это вот плохо, и поэтому с вами надо драться и бороться. Во что превращается такой род? Ну, сами понимаете. Вот, как бы, по поводу цели разделения, Леша, что бы ты добавил? Пожалуйста. Так что здесь добавить-то? Разделяй и властвуй. Властвуй, чтобы гнать, стричь, резать, уничтожать, все. И задача одна, чтобы паслись мирные народы. Вот, и все. Гремушки вам, бич, ваше наследие. Внушить это, что вы свиньи подзаборные, что вы овцы, бараны там рогатые. И для другого вы, кроме как бритья, резание не предназначены. Вот какая цель разделения. Ведь когда брата на брата науськивают, это говорит о том, что брат, которого науськивают, не замечает других проблем. Для него вот она главная проблема. Вон он тот подлец. Вон он тот негодяй, с которым он сражается. И поэтому он не видит, как у него из кармана достают его деньги, воруют его землю, выкидывают его сородичей за пределы существования. Он не видит это. Все. Ему это становится неинтересным. Он видит салауминку или саринку в чужом глазу, а бревна в своем глазу не замечает. Вот для чего нас опустили всех в состояние вот этих самых человекообразных тварей безрогих. Других целей-то у них нету. Потому что большое что-то сожрать тяжеловато. А вот торт по кусочкам растяпанным проще. Поэтому цели разделения одни. Каждому внедрить свою якобы культуру, свое якобы наследие, свои якобы цели и друг на друга направить. Теперь зачем им тратить свои усилия, проливать свою кровь, как-то каждого по одному обманывать, когда здесь они скопом все обмануты. Это страна, это страна, это княжество, это княжество. Ну и мочат друг друга в сортирах. И все. А эти руки потирают. Это было и 100 лет назад, это было и 200 лет назад, и 300. Вот когда появилась вот эта самая чума, она появилась уже здесь, на наших территориях Руси, ни 100, ни 200, ни 300 лет назад. Намного раньше она появилась. Вот с тех пор братоубийство идет. С тех пор квартиру единую делят и говорят, вот правая сторона квартиры неправильная, а левая лучше. А левая, наоборот, говорит, правая неправильно, или левая. Ну, вот таким вот образом. Все очень просто. И, казалось бы, родичи, живущие в одной квартире, смотрят, окрысившись друг на друга и стремятся уничтожить тех, которые неправильно. Вот они, цели разделения. Других целей нет. Хорошо, понятно. Здорово ты объяснил. Смотрите, друзья, теперь давайте попытаемся посмотреть и понять, а почему вот это все становится возможным. Но опять же, вернемся к самым банальным, к самым житейским примерам. Ну, вот сегодняшние дети, молодежь, ну, вот я в последние разы, сколько бывал в Москве, в метро едет. Ну, это просто для меня человека, который с детства, там, в 50-е, 60-е годы мотался по улице, так сказать, играл в эти бесконечные игры, рвался в библиотеку, читал постоянно книжки, там, и так далее, и так далее. А эти, если я уткнулся в эти смартфоны, и все. Вот как бы, понимаете, не поймешь, кто хозяин смартфона. Смартфон хозяин человека, или человек, уже, так сказать, перетек своим сознанием туда, и там живет. И вот, когда объясняешь детям, что у нас этого не было, они начинают смотреть на нас, ну, что, отстой полный, что ли, вы что, дикари, как такое, не могло быть, что у вас этого не было. Понимаете, вот внушается ценность вот этих, так сказать, блестяшек, вот этих новых, так сказать, инструментов жизни, да, и на основе этого создается, так сказать, такое, ну, как бы образ какого-то особенного человека, который без этих блестяшек, без этих игрушек вообще не человек, да. И раз вы старые, там, или какие-то там другие, не имеете этого всего, ну, вы отстой, вы вообще не нашего племени, понимаете. И вот таких мелочей очень много, то ли в моде, то ли в укладах жизни, то ли в этой какой-то, вот этих, как, тиктокерах, как современных, этих блогерах, которые такую чушь и на разнесут, что, понимаете, но они становятся ценностями, они становятся модными, и кто этого не разделяет, все, это и ты отстой, там, и так далее. Вот, казалось бы, чепуха, да, вот эта, так сказать, игра на этом публичном пространстве, то ли в интернете, то ли в этих тап-шоу, телевизионных, то ли еще что-то такое, понимаете, вот это все становится, как бы, ну, как бы таким полем, которое становится якобы обязательным для всех. Вот, мы, так сказать, взрослые люди, которые обладают хоть каким-то пониманием естественности природы, негодуем по поводу, вот, что у Запада это вся эта дрянь связана с гендерностью и так далее, и так далее. Но в это же самое время, вот, передача, допустим, 60 минут, где Скобеева, так сказать, главное медийное лицо, да, при всем, при том, что они вроде бы, как бы, ругают и хают этот, так сказать, так называемый, так сказать, ценный западный мир, при этом ни одной передачи не упускают, чтобы об этом напомнить, напомянуть, и оно капает, 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 а потом со временем станет, как бы, ну, естественно, есть такие люди, ну и что, понимаете, вот эта, так сказать, пятиступенчатая, так сказать, так сказать, окна овертона, так называемые, понимаете, а мы, когда, так сказать, начинаем это все втрухать, поддаваться этому, разделять эти, так сказать, ценности и так далее, и так далее, и получается, что, да, вот, на этих мелочах, внедряя в наше сознание, противопоставляя нас и других с нами, там, соседи, там, или еще что-то такое, или с нашими детьми, теми же самыми, понимаете, вот оно, пространство, где это уже начинает происходить, а мы потеряли эту связь, потеряли эту культуру, вот ты сказал по поводу родственников в одной квартире, ну, как такое возможно, когда дети начинают продавать свою, так сказать, часть квартиры, в которой их живут, их не родители, да, Бог знает кому, потом этих родителей, делает, так сказать, своего рода изгоями на собственном жилье, в котором они жизнь положили, и так далее, вот, их начинают вытуривать, выгонять, и так далее, понимаете, вот, это в одной семье, родители и дети, мать, которую, так сказать, родные дети, так сказать, выгоняют на улицу, потому что им в какой-то момент нужны были деньги, понимаете, это в нашем мире, таких фактов, просто тьма, это стало возможным, понимаете, потому что мы повелись на вот эти все игрушки, на эти все ценности, и забыли о чем-то более главном, ведь, понимаете, если у меня присутствует постоянно живое чувство уважения своему роду, к его достижениям, его культуре, к тому, что он обладал мудростью, это не просто декларация слов каких-то, это постоянное внутреннее ощущение опоры, если это есть, эта связь живая и работает, я обязательно получаю и подсказки, и силу, и мудрость, и все, что там накоплено, вот ты говорил в прошлой передаче, действительно, наша генетика сегодня где-то на 70% мотивирует наши, так сказать, поступки, наши отношения, наши реакции на жизнь, на себя, на людей и так далее, если эта связь живая и работает, да, то мы получаем этот результат, и наша жизнь полновесна, и обладает другим качеством, и мудрость, и силой, и полноты, и все остальное, а когда мы ведемся на вот эти все, так сказать, обертки, как мы часто говорим, на эти фантики, да, потому что нам внушают, твой родитель отстой, потому что он не имеет смартфона, да, твой родитель такой-сякой, потому что у него там, как говорится, нету каких-то признаков современной, этой самой, то ли этого, костюм у него не такой-то, или еще что-то такое, то он, того блогера не смотрит, ну и так далее, так далее, понимаете, вот почему, вот это, поддаваясь вот этим всем вещам, мы с вами не замечаем, как эти мелочи, они начинают вклиниваться между нами, да, и разделять нас, разделять на какую-то псевдоценность слов, на разделять на какую-то ценность поступков, разделять на какие-то, так сказать, увлечения, там, какими-то направлениями, и так далее, и так далее, это намеренно делается, внушается, для того, чтобы разделить этот единый народ, разделить эту одну и ту же семью, которая становится врагами друг друга, и еще такой разделенный народ, на что он способен, понимаете, вот что получается, что бы ты, Леша, добавил по поводу, почему такое становится возможным. Почему такое становится возможным, я предлагаю, во-первых, вынести из передачи номер один, которая у нас уже вышла, навязанное сумасшествие, причины этого самого сумасшествия, это, во-первых, вот послушайте, кто еще не слушал, и я думаю, там много-много, что будет разъяснено. Второе, почему это возможно, да потому что только скотское бытие позволяет так существовать. Ведь, обратите внимание, сколько передач вышло о том, что где-то там появился свиной гриб, появился какой-то там куриный птичий гриб, появился там еще какой-то гриб, и показывают, как массово, массово, за один день тысячи вот этих хрюшек, тысячи вот этих вот птиц просто вот рубят, 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 и на свалку, на свалку, на свалку. И что делают те, чьи сородичи, вот сейчас, идут под нож? Они вот так вот стоят и смотрят. Ну, хрюшки там в угол забьются, смотрят и смотрят. как берут поросенка, хряся ему там в сердце, хряся ему по горлу, и на свалку, и на свалку. Куры стоят, смотрят, их там выдергивают по одной, бошки мотровают, они клюют в этот момент, что-то там едят, выбирают, смотрят, ой, там кого-то поймали, ну да, бывает, и опять клюют. Вот почему это стало возможным. Потому что нас опустили до состояния животного начала, где самосохранение важнее, чем осмысление будущего своего рода, будущего нашей страны общей, будущего всей России, всей России, всей Руси. Русь в широком смысле этого слова. Потому что сейчас слышат кураньцев «Режь Русню, убивай Русню». Ребята, так вы же тут только что мне доказывали, что Русь пошла из Киева. Кого вы резать-то собираетесь? Себя, что ли? Если вы доказываете, что русские, это какие-то там мокшие, не пойми кто, а мы тут славяне, мы тут Русь состоящая, и тут же «Режь Русню». Ребята, вы там разберитесь, у вас как там полушария правые, левые работают. Кого вы резать-то собираетесь? Вот это вот разделение в голове прежде всего. И причем разделение настолько очевидное, построено не в складушках, что иногда я так берусь за голову, говорю, я где попал вообще? Где я нахожусь? Куда меня пустили? Это нормальное вообще человекообразное существо? Это человек и кто? Но как такое можно заявлять, если ты сам к этому относишься? Как может быть, что человек с украинским паспортом, с украинским военным билетом, говорящий на чисто русском языке, с русской фамилией, ну, с русской, с точки зрения, из европейской части России, стреляет в россиянина, у которого, россиянский паспорт РФ, у которого украинская фамилия и который разумеет украинскую мову, а русский человек, ну, россиянин имеется в виду, с русским паспортом, но с украинской фамилией, стреляет в украинца с украинским паспортом, у которого русская фамилия? Как такое может быть? Как может быть, если боец ВСУ заявляет, я буду резать русню на чистом русском языке, с русской фамилией, но при этом я хочу говорить на русском языке, это мой выбор, но при этом в его подразделении кричат «бей всю русню, режь всю русню и не будем говорить на русском языке». Понимаете, я не понимаю, куда я попал, что происходит вообще, ребята? Как может быть такое, что в Украине в 2014-го года, но еще и раньше, кричат москаляку на еляку, но при этом никто в России никогда не сказал «режь украинца, убивай украинца». Как может быть такое, что где-то там кто-то по-русски стал говорить, на него смотрят косо. Да, говорят, что нет, это не у нас. Да, такие случаи в те времена были, может быть, не на каждом шагу. Да и сейчас, может быть, где-то там спокойно говорят по-русски. А в России при этом на центральных площадях поют украинские песни и все радостно, все хлопают. Вот это вот вонючее Евровидение, когда появилось, сколько русских людей голосовало за украинцев. Я не говорю сейчас про то, насколько это там заднеприводные вот это вот человека-ненавидничество Евровидения, насколько это чернуха, порнуха и так далее. Я просто говорю про то, что когда русский человек смотрел и слушал украинцы, голосовали за украинцев. Сейчас, казалось бы, вот разгар вот этого военного конфликта и показывают по центральным каналам России о том, как калятки поют на украинском языке и ни у кого в голове из русских людей не возникло ощущение, что это что-то плохое. Все радостные, все довольные. Это наш единый пласт культуры, это наш единый язык с какими-то наречиями, с какими-то родовыми дополнениями, но это наше. И никто из русских людей не говорил, так, вы что там хохловщину тут разводите, что это тут такое, давайте вон отсюда. Нет, все довольны, все радостные здесь на русском спели, тут на украинском, тут молдавский, тут белорусы подключились, спели, всем радостные, хорошо. В России как? В России во время разгара вот этой вот самой братоубийственной бойни такое возможно. А в Украине появляется, коли ты там чебурашку смотришь и вали в русню. Ну, как такое может быть? Как можно сносить в Одессе памятник Екатерине и дюку, которые эту Одессу обосновали. Но если вы не согласны с Екатериной, ну, ладно, это ваше несогласие, но она же основала тот город, в котором вы живете. И если уж так вот дальше идти, так снесите вы всю Одессу, но вы же не согласны с Екатериной. Ну, всю Одессу снесите к чертовой матери. Она же это организовала. А сколько еще городов, которые тоже, вот эта самая русня, вот эта самая ненавистная царская произвольная там какое-то супостатное, я не знаю, еще как там назовите, правительство построило на территории современной Украины. Так снесите вы эти города. Чего же их переименовываете-то? Они же были основаны-то этим самым императором. Сколько было построено во времена ненавистной вами советской власти? Сколько памятников вы уже снесли вот этим самым ненавистным героем Советского Союза, которые имеют корни украинские? Сколько снесли? Так чего вы с памятниками воюете? Разрушайте предприятия, которые еще остались, города, которые они обосновывали, дороги, мосты, которые строили. Но это же более существенно это. Что вы с памятника доберетесь? Уничтожайте то, что они делали. Это более правильно. А вот до этого не доходит. Вот это разделение в головах с примитивным непониманием, что это самоубийство ведет к самоуничтожению. Вот почему становится навязанным нам сумасшествием проявлением жизни тем, что нас всех убивает. И вот почему те, которые на это смотрят, говорят, ребят, что-то не то происходит. Ну, что-то не то происходит. Но почему была объявлена война до последнего украинца? А украинцы все-таки это славяно-рус. То есть другими словами до последнего славяно-руса. Почему? За что? Я специально сделал свое время для одного из эфиров уж извините за долгое мое такое выступление для одного из эфиров, который был 20 октября. Неудобно правда назывался. Вот я там сравнил, какие есть проявления в Украине и в России. Например, наличие олигархического капитала, то есть олигархата с зависимыми от других президентами или ограниченной властью президента. В Украине есть? Есть. В России есть? Есть. И это и это существует. где-то в скрытом формате, где-то в открытом, например, кого-то из современных президентов, какие-то олигархи конкретно поставили, все конкретно знают, кто этот олигарх или кто эти олигархи, их национальности, что им принадлежит. А где-то не знают. Но там и там олигархат есть. Согласны? Да, согласны, противоречий нет. Дальше смотрим. А есть ли в какой-то стране государственный курс на разделение единого народа и создание из соседнего народа либо соседней страны врага? В России этого нет. Я привел множество примеров. В современности военное время в Украине встречается. Ну нет, что ли, вы мне скажите, не встречается? Ну, конечно, скажут, да, встречается, значит, сумасшедшие. Так здесь даже сумасшедшим не дают это сделать в России. Но Украине сумасшедшим почему-то дают сделать. Идем дальше. Уничтожение общего наследия с переписыванием единого прошлого. Например, переписывание курса истории, название улиц, название каких-то там, не знаю, там, государственных учреждений и так далее. В России присутствует? В малом-малом количестве. Где-то там что-то. В Украине массово? Да, массово. Есть такое? Есть такое. Дальше. Разделение внутри страны на людей первого-второго сорта по каким-то признакам? Национальности, языка или что-то еще. Присутствует? В России нет. Мало того, в России русский человек считает себя каким-то ущемленным иногда. И 282-я статья, вот это самое уголовное, называется русской статьей, потому что если кто-то позволит сказать, что он русский, ну, позволял раньше сказать, что он русский, на него сразу смотрели, говорит, «А ты не нацист здесь случайно, нет? В Украине пожалуйста, на каждом шагу». Мало того, вот пример очень простой. У одного магазина человек неславянской национальности ударил по моей машине дверью своей машины. Вместо того, чтобы сказать, слушай, отъехай, мне тут неудобно, могу зацепить, да? Ну, просто же. Я бы отъехал, но он открывает дверь, бабах, я вылезаю и говорю, слушай, что ты делаешь? А что ты так поставил? Говорю, ну, ты же мог сказать. Нет, что ты так поставил? Начинается разборка, я говорю, слушай, я на своей земле хочу, чтобы ты националист? И орет матом стоит, кричит и так далее. То есть, в России приехавших людей как-то воспринимают как людей, которые могут свой бизнес там делать, еще чего-то, еще чего-то, и попробуй скажи ему, 282 статья, если бы я ударил этому человеку в пятак, я бы оказался виноватым, потому что меня винили в том, что я его унизил с точки зрения национальности или чего-то еще. Понимаете, я слушал матершину, вот это, крики, вопли, не произнести ни одного ругательного слова. И там даже женщины в остановках кричали, да успокойся, что ты кричишь, тебе ни плохого слова не сказали. Я пытался ему донести, что у нас среди русского народа принято обратиться, скажи, дорогой друг, отъехай, полметра отъехай и все будет хорошо. А ты что, типа не увидел? Да не видел я. Понимаете, вот это все в России как-то так вот оно присутствует и к русскому отношению иногда хуже, чем к приезжему. А вот попробуй так сделать где-нибудь там в других странах. Дальше. Культивирование, поддержка нацистского, шовинистского настроения среди населения в отношении к каким-то там людям второго сорта. В России это невозможно. Я приводил множество раз примеры, когда русский марш проводится в определенные числа определенного месяца. Собралась колонна огромнейшая несколько десятков тысяч, а может быть и сотен тысяч человек. И вот так вот идут стройные. Вдруг кто-то достал нацистский флаг. Ну, красное полотнище с белым кругом и со свастиком. И вот он только достал. Сразу же прибежали, сразу же вытащили. Все. И никто не успел руку от пупка поднять вверх. Никто зигануть не успел. Все. С нацизмом все очень просто. А когда я вижу, как по каким-то городам идут ну, реально люди с нацистскими флагами, которые зикуют и так далее в Украине. Ну, извините, это есть, это есть. Да, мне говорят, но это же так. Говорю, у нас это не позволяют в России. А вот там позволяют. Почему? Переонавание улиц там именами бандитов, нацистов в России как-то это нет. Единственный случай, когда Маннергейм там кто-то чего-то там где-то там но только потому, что он учился и служил в царской армии. Только из-за этого. А здесь вот прям на каждом шагу в Украине создание и покрывание нацистских объединений, вооруженных подразделений с нацистскими лозунгами, с символикой. В России такое есть? Нет, в России такое не встречается. Попробуй только в Якне. В Украине да, встречается. Или нет? Свободное существование нацистских объединений, вооруженных структур, причем реально, которые из госбюджета, либо через каких-нибудь там, извините, в кавычках коломойских или других, которые олигархат, которые ставили президентов и так далее. да, это есть поддержка. Или нет? Открытые призывы к уничтожению людей из соседних стран, причем с молодец режь русню, москаляку нагеляку. Это что? Где-то присутствует? Присутствует где? Ну и так далее. Если мы здесь перечислим дальше, и в том числе, кстати, внедрение ЛГБТ, в России принят закон, уголовная статья за распространение ЛГБТ. Еще произносительно учился это слово. А в Украине, пожалуйста, без проблем, выходи, одевайся, показывай, демонстрируй, призывай и так далее. Ну и война до последнего украинца либо русского. В России этого нет. В Украине есть. Вы можете меня резать, можете называть как хотите, но это факт. Это есть. А теперь сравнивайте, за что идет война, кто с кем воюет. С народом украинским России воюет? Нет. Потому что нет призыва уничтожения украинцев. А вот со стороны украинцев, мне часто пишут в чатах, да мы вас там, да я тебя, да это. Ребята, вы что вообще? За что? За то, что я говорю правду, как оно есть? За то, что вам эта правда не нравится? Ну вы с солнцем поспорьте, что солнце мне не нравится, да я тебя. С луной поспорьте, ночью докажите, что она не вовремя пришла. Это факты. Вот то, что я привел, здесь еще много-много чего другого есть. Это факты. И с фактами можно, конечно, спорить, но спорят, как правило, не умные люди. Вот почему это возможно? Возможно только потому, что мы это допустили, мы целиком, я сейчас не разделяю русский, украинский народ, мы, мы позволили этому взрастить у себя, вырасти у себя на своих землях. А теперь льется наша кровь. Так что, друзья мои, вот на это обратите внимание. Еще раз, наши передачи не для гоблинов, которые читают какие-то там сообщения, которые им написали, или пишут какие-то сообщения, которые им написали, и за это готовы других убивать. Наши передачи для разумных людей, которые понимают, что идет самоуничтожение, и что с этим надо заканчивать. Ну, смотрите, друзья, очень, Леша сейчас действительно много фактов привел, которые, по сути дела, показывают, к чему это все приводит, вот такого рода внушенная, так сказать, особенность каких-то одних перед другими, там какая-то там избранность, или еще что-то такое. Но вот если даже обратить внимание на самые простые вещи, да, что получается, когда нам внушают, что вот это твой сосед, твой папа, твои родители неправы, вот, что эта нация там избрана, а это, так сказать, годится только для того, чтобы ее на геляху там и так далее, и так далее. Понимаете? И вот это все, оно как бы разделяя нас, делает нас, ну, я бы сказал, где-то такими, знаете, обособленными, которые начинают, ну, жить в своем моем мирке и бороться только за то, чтобы меня оставили в покое, чтобы только меня не трогали и так далее. Понимаете, как быстро вот это навал вот этих всех конфликтов, разгробленностей и войны внутри вот этого сообщества, делает людей, которые начинают просто бояться всех и вся. И что такое человек? Он действительно становится вот этим отстраненным, с этим, потерей этого чувства единства, у него одна логика, одно желание выжить, как бы, хоть бы для самого себя. А потеря этой целостности народа единственное, о чем мы не раз говорили, это потеря возможностей, это потеря пространства, силы, мудрости, взаимодействия, вот этой силы народа, понимаете. Вот к чему это все приводит. И мы это начинаем терять. Если раньше так называемый украинец, да, мог, так сказать, тому же Алексею в Москву выслать там банку абрикосового варенья, да, то сегодня нет. Ты, Москаль, тебе ничего, ни в какой мере, и забудь даже ко мне обращаться. Маленький, казалось, примеричка, да, а он вот такой. И те же самые, так сказать, латвийцы, литовцы, это единый народ, у нас одна генетика, понимаете, одна древняя культура, единый народ. Сегодня говорят, вы такие сякие, мы ваши товары в Калининград не пропустим. Понимаете, к чему это приводит? И когда у нас внутри вот это нежелание, так сказать, бороться друг за друга, как единый народ, который обладает мощной силой, достоинством, честью и возможностями построить все, что угодно, решить любые проблемы совместно, да, как было в Советском Союзе, ставить на цель, на нее, так сказать, все ресурсы, вся воля, и всего добивали. Такие проекты поднимались, ой-ой-ой. А теперь, вот когда нам вот это все внушили, эти ходатайи, да, разделили нас, то уже ребенок не может обратиться к родителям, потому что где-то их послал, где-то их сделал бедными, где-то, так сказать, отказался от них, потому что они старые, негодные, не нужны ему. Как он может к ним обратиться, к родителям, чтобы посидели с его внуком, там, предположим, оказали какую-то помощь таким мудрым житейским советам и так далее. Да никак. Понимаете, она казалась бы мелочи, но вот эти мелочи складываются, они теряют в нас человека прежде всего. Вот что происходит. И вот, Леша, мне бы хотелось еще, как бы, вот такой момент рассмотреть. Вот то, что мы в предыдущей передаче каким образом вот это чувство внутреннего эгоизма, да, и гордыни так называемой, какую роль она играет вот в этом разделении народов. Как на твой взгляд, есть тут какая-то взаимосвязь или это просто надумалось, как ты считаешь? Ну вот в чем дело. На мой взгляд, конечно же, когда человеку навязали что-то такое сверхъестественное и раздули в нем гордыню, то это означает, что он себя начинает ощущать каким-то сверхъестественным, что ему все должны. В древности такое было выражение, что гордыня дочь страха. То есть, человек, который живет все время в страхе, пытается достичь чего-то такого, что его тушку, его тельца поместят в безопасной, либо что его тушка и тельца окажутся, вернее так, в безопасном месте, в безопасном состоянии, в безопасном положении. И когда внутреннее развитие вот этого самого эгоизма доходит до определенных пределов, то человек уверяет сам себя и начинает свято верить в том, что он пуп земли. Вот что-то похожее было, а может быть не что-то, а совсем похожее было во времена так называемого Третьего Рейха, когда в общем-то обыкновенные люди, трудящиеся на земле, свято поверили в то, что они являются избранными. Избранные по всем категориям, но раз они избраны, значит, есть люди второго сорта. Ну, люди второго сорта это с теми, с которыми приходится еще как-то взаимодействовать и терпеть. А есть люди вообще Третьего сорта, такие почти не люди, варвары, почти звери, говорящие на непонятном языке, что-то я как-то начинаю кого-то цитировать. Ну, так вот, и вот эти вот самые звери приспособлены только для одного, чтобы служить вот этим самым людям высшего образа, либо быть уничтоженными людьми высшего вот этого самого клана, высшего уровня бытия, ну, либо вместе с людьми второго сорта. Когда объединяется высший, вернее, как руководит людьми второго сорта, вот второй сорт уничтожает третий. Вот это было хорошо проявлено. А теперь давайте посмотрим на современность. Опять же, я не буду ничего выдумывать. Вчера у меня был разговор с одним человеком, живущим в европейской стране. Я спросил, как у вас дела? Ну, начали там, как вот эти самые там энергоносители подорожавшие повлияли, что там у вас творится. В конечном итоге этот человек без моего вопроса про украинский вот этот самый вопрос про украинскую тему начинает говорить, ты знаешь, Алексей, как задолбали нас вот эти вот украинцы на дорогих машинах? Говорю, не понял. Он говорит, мы, говорит, уже наше общество разделилось на тех, которые говорят, ну, так надо, ну, так надо. Ну, они же покинули свою страну, их же вынудили. Те, которые молчат, которые просто терпят, и те, которые уже начинают ненавидеть. Когда они слышат украинскую мову, они говорят, так, я уже ненавижу внутри. Говорит, я сражаюсь со всем, чтобы мне вот как-то воздержаться от этого, но у меня все больше и больше переворачивается. Я говорю, а почему так? Этот человек говорит, ну, ты представляешь, у нас дорожает жизнь, а эти люди приехали к нам сюда, они не платят ни за транспорт, ни за жилье, они могут прийти покушать в ресторане и уйти, не заплатив, они могут взять что-то в магазине и уйти, не заплатив. хотя им выдаются пособия, хотя их расселяют, хотя им там даже какие-то деньги дают на что-то, но им надо все больше, больше и больше. Мало того, некоторые из них ведут себя так, как будто бы они здесь, на этой земле родились, здесь все время жили, это земля их, а мы здесь, как будто пришлые. Несколько раз я слышал в свою сторону вот такое, я украинец, понимаешь? Я украинец, так что иди, гуляй. Говорит, у меня внутри, когда я слышал украинскую речь, у меня сразу внутри что-то съеживается и у меня какое-то противостояние возникает. Мало того, стали появляться факты о том, что внутри нашей страны формируется такая мафия украинская, где они уже под себя начинают подминать какие-то мелкие хозяйства, начинают кому-то рассказывать, как жить, как не жить. И сам это интересно, а это человек, который представляет страну постсоветского вот этого содружества, он говорит, у нас в 90-х годах что-то подобное было, когда вот эти бандиты стали появляться и делить зоны ответственности и потом друг друга перестреливали. Ну и в конечном итоге они стали переходить уже в бизнес, в олигархат и так далее. Я говорю, так в России тоже сам было. Говорит, ну вот, движемся, значит, поединаково. Так вот, такое ощущение, говорит, у меня складывается, что сейчас вот эти самые ребята на дорогих машинах с украинскими флагами и говорящие на украинском, демонстративно говорящие на украинском языке, они занимают пространство с точки зрения вот таких вот бандитов. и многие мои знакомые приходят, слушай, мне становится страшно жить в своем городе, мне страшно жить в своей стране, потому что если я что-то скажу против вот таких вот не Украины, не украинского народа, а против вот этих вот мерзавцев, которые себе много позволяют, мне пришьют какое-то дело, что я агент Кремля и это уголовное будет дело. То есть у нас 282 статья в России, русская статья, а там сейчас свои статьи, которые вот для избранного народа, который себя посчитал избранным народом, либо представителями избранного народа, я не знаю, как это назвать, начинают себя вести по-хамски. Это, еще раз говорю, человек, который без моего вопроса про Украину стал это рассказывать. То есть у него насколько это уже наболело все. Я все задал вопрос, как вы живете, как у вас там кризис, энергетический, электрический, ну и так далее, да, там бензин как и так далее. А он перешел на эту тему. Я просто сидел и слушал. Сидел и слушал этот крик души. Вот что такое, когда какому-то человеку в голову включили программу, что он круче другого. И теперь вот тот человек, который живет там в Европе, сказал, я не удивлюсь, если завтра, послезавтра и на днях, может быть там, через месяц, кто-то из вот этих вот товарищей начнет резать кого-то, убивать только из-за того, что он, например, не крикнул слава Украине, что он не захотел на себя там повесить какой-то флаг, который сказал не на украинском языке что-то. Говорит, нисколько не удивлюсь, если начнутся вот эти в кавычках этнические разборки. Представляешь, до какой степени у человека это уже наболело. Мало того, за несколько недель до этого разговаривал с Германией, те же самые речи услышал, немножечко по-другому. Это что получается-то? Это получается, что какому-то народу в течение нескольких лет в голову вкладывали, что ему можно все. Может быть, части народа в голову вкладывали. Не знаю. но суть в том, что это проявлено и простые люди об этом заявляют. А раз простые люди об этом заявляют, значит, дыма-то без огня не бывает. И вот тут надо нам всем обратить на это внимание. Дорогие друзья, вы поймите, если происходит выпячивание кого-то, это означает, что кто-то становится ущемленным. Если кто-то ущемленным, возникает негодование. Если возникает негодование и недовольство, это приводит к разборкам на физике. Вот сейчас разборки на физике идут в отдельно взятой стране, в отдельно взятой территории. Но теперь представьте, что эти негодования разольются по всей Европе. Что будет, если Европа, насыщенная выходцами из арабского мира, почувствует себя ущемленными? Ведь посмотрите, что творится там в Париже, в Германии, когда выходцы из арабского мира чем-то недовольны. Они берут камни, берут железки, деревяшки, палки и громят. Громят все, что связано с теми, кем они недовольны. А теперь представьте, что вот это сейчас, то, что касается украинских товарищей на дорогих машинах, либо просто блатных каких-то из Украины, перейдет в негодование вот этих самых выходцев, например, из арабского мира, либо цыган, либо еще кого-то. Что с вами будет? Элементарно. Вы себе это просто представьте. Это здесь иногда терпят, а вот там уже терпеть не будут. Там все проще, намного проще. Менталитет этих друзей из Ближнего Востока настолько прост, что встанет вопрос жизни или смерти. Подумайте об этом. И вы можете мне доказывать, что я что-то придумал, что я какой-то там противоукраинец или там про Кремлевец какой-то. Если вам не нравятся те факты, которые я привел. Но жизнь все расставит на свои места. Пока не поздно. Подумайте, что происходит. Почему там уже начинают так кричать? Почему там вот это уже происходит среди простого населения? Почему появляется на первом этапе какой-то такой дискомфорт, ощущение неприязни, переливающийся в ненависть? Это жизненные факты. Да, Леш, вот ты такие убойные примеры привел, что не убавить, не прибавить. Понимаешь, все это действительно сегодня факты нашей жизни. И смотрите, друзья, вот то, что мы сегодня перечислили, обратили ваше внимание на некоторые моменты, все это говорит о пагубности того, что разделенный народ, да еще части которого внушили, что он там какой-то избранный, он там пуп земли, основатель цивилизации, что у него Христос родился или еще что-то такое, каким образом это все становится вообще неудобным для и соседей, и для всего человечества. Когда мы в своих родах, в своих семьях разобщаемся и отстраняемся от этого и негодования, и нежелания это все ладить, и так далее, и так далее, это все приводит к тому, что мы становимся мелкими единицами, с которыми те устроители, о которых мы говорили, могут сделать все, что угодно, понимаете, но нету будущего у такого народа, и вот эти факты, которые мы сегодня привели, они настолько ярчайшие, показательные, что, ребята, ну пора уже включить вот это вот дело для того, чтобы понять, понять, что мы тогда только народ, когда мы едины, когда у нас есть общие цели, когда мы даже ошибаясь, так сказать, из чувства любви и сострадания к нашим общим возможностям прощаем, поддерживаем друг друга, помогаем это все понять, обрести поддержку, помощь оказываем, и это все начинает, понимаете, вот это ощущение вот у нас в Донбассе, особенно в 2014 году, когда все стало валиться и рушиться, я, допустим, целый год пенсию не получил, мне сейчас даже странно, а как я выживал вообще в это время, вот как мы простые люди друг другу помогали в самых обычных, в самых простых вещах, и мы выдержали только потому, что было это единство, то есть вот в этот критический момент что-то у нас просыпается, как полустров народа, который ищет вот этой возможности быть единым, быть вместе, вместе решать эти сложные периоды, сложные задачи, и только так выживают народы, только так они получают будущее и развитие новых возможностей, по-другому не получается, и вот это очень важно, то, что мы сегодня говорили об этой разобщенности, к чему она приводит, к каким факторам, что в результате это получается, я искренне надеюсь, что мы с Алексеем сегодня обратили ваше внимание на эти вещи, и это поможет вам просто внутри себя задуматься, дело не в том, что я могу найти любой повод для там кого-то оттыкнуть пальцем, обвинить, обидеться на него, лечить, не в этом дело, а дело в том, что надо искать содружество, искать возможность действительно быть вместе, быть у той объединенной силой, которая способна решать любые задачи, ну, то же самое, но вспомните, в 33-м году, когда Гитлер пришел в власти, когда они создали эту свою партию, буквально в 33-й год, через, получается, сколько там, через 8 лет, вернее, даже меньше, через 39-м, через 6 лет началась Вторая мировая война, вот возомнили они себя сверхчеловеками, и решили, что весь мир должен, всех надо подчинить, и так далее, ну, доперлись они до Сталинграда, да, в итоге, к чему это все привело, чуть не исчез этот весь народ, так называемый немецкий, да, все превратили в руины эту страну, самую развитую страну в Европе было, мы что, для этого живем, чтобы очередной раз друг друга превратить в пыль, вот в это, так сказать, животное состояние, чтобы потом с какой-то странной, больной надеждой смотреть в небо, и что-то там просить, молиться, и так далее, да нет, конечно, у нас есть масса других достоинств, человеческих, на основе которых мы можем быть и людьми, и народом, большой силы, и больших возможностей, вот на это мы и хотели обратить ваше внимание, в заключении, Леша, что ты добавишь? Трудно добавить что-то уже к сказанному, я приведу простой пример, жизненный опять же, если прилетят сюда инопланетяне, ну, дайте представим так, прилетели, вылезли из своей тарелочки к первому встречному, подошли, и попытались с ним общаться, вот все, что они получат от первого встречного, будет являться основой понимания, как и кем, как живут и кем являются все жители земли, то же самое сейчас происходит и в отдельно взятых странах, если в какой-то стране какой-то мерзавец начинает себя вести по-хамски, то по отношению ко всем жителям этой страны, простые люди, которых он обидел, будут иметь негативные отношения, вспомните, сколько было так называемых русских мафиози, которые в перестройку, либо в конце перестройки, нахапав что-то в России, ломанулись на запад, и как простые люди отзывались об русских людях, причем тогда для европейца разницы не было, украинец, белорус, русский, казах, всех называли русскими, абсолютно. А теперь представляете, когда уже существует отдельно в глазах европейцев отдельно Украина, отдельно Белоруссия, отдельно Россия, вот эти самые ребята на дорогих машинах с распальцованными какими-то перснями, распальцованными персневыми руками приезжают в Европу и начинают там свои порядки диктовать, то это говорит о том, что будут относиться ко всем украинцам, как и относятся ко всем русским, по этим распальцованным ребятам. Я хочу обратиться в очередной раз к тем, кто себя относит к ведунам, жрецам, неважно, на какой территории находитесь. Если вы позволяете себе разделять на русских и украинцев, вы уже вбиваете клин в наш единый род. Вы льете воду на мельницу третьей силы, которая нас всех сталкивает лбами для того, чтобы нас уничтожить. И когда в каких-то предсказаниях, гаданиях, числоведениях, картах Таро, я не знаю, где-то еще, слышу, вот это у нас, это у вас, неважно, с какой стороны, с русской либо с украинской, знайте, что я воспринимаю вас как либо дураков, а это означает, что вы никак не ведуны и не жрецы, либо как наймитов бестолковых, которые разделяют единый наш народ для того, чтобы его уничтожить. Ну и самый-самый простой пример из прошлого. Как можно в любой ситуации оставаться человеком? Забыл название концентрационного лагеря в Австрии, где Карбышева замучили, вот там был бунт после уже смерти Карбышева, был бунт и около 500 человек своими телами ложившись на колючую проволоку, те, которые не могли идти, вот те ложились на колючую проволоку, отдавали свои вещи, свою обувь, там люди босиком многие были, прежде чем умереть, вот кидались на колючую проволоку, под напряжением была, погибали, чтобы по их телам выбирались на свободу, вот 500 человек почти выскочило из этого лагеря, где-то там кого-то перебили из охраны, на них была устроена охота, как на зайцев, у австрияки, которым преподнесли, что это бандиты вырвались из лагеря, многие же не знали, что в лагере несчастные просто заключенные, им сказали, что это бандиты, которые будут вас резать, убивать, поэтому встретите вот такого в полосатой робе, стреляйте сразу, и вот они присоединились, и практически всех 500 перестреляли, всех 500 перестреляли, и трупы свозили в одно место, учитывали, и прямо там на школьной доске ставили мелом отметки пятерка, 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 но просчитались, видимо, туда попали те, которые не относились к беженцам из лагеря, к восставшим, а кого туда еще приписали, и несколько человек сохранили свои жизни, и причем сохранили как, известен случай, когда два офицера Красной Армии, которые в этом лагере находились, бежали и добрались, несмотря на то, что были изнеможженные, практически раздетые зимой, добрались до не очень богатого дома на окраине одного австрийского села, постучались, открыла им женщина, они сказали, что они переводчики, но по ним-то было видно, какие они переводчики, изнеможденные, трясущиеся синими губами, она говорит, я вас все знаю, заходите, это была мать многодетной семьи, пятеро детей воевали на Восточном фронте, ее пятеро детей находились в войсках вермахтов, и дочери, которые остались здесь, вместе с этой матерью помогали этим людям выжить, дали им одежду, накормили, прятали, насиновали, и когда были дополнительные облавы, они чуть-чуть не погорели, когда они шли в церковь и вдруг увидели, что войска, ну не войска, а подразделения вот этих вот проверяющих, в большом количестве приехало в их село и пошли в их сторону, в их дому, они поняли, мама сказала, ну все, это наш конец, но обошлось, и потом вот эта дочка, которая выжила, как она рассказывала, как она помогала, это, конечно, страшные вещи, но самое это главное, это было в 44-м году, война скоро закончилась, и насколько удивительно было, когда все пятеро братьев вернулись живыми с Восточного фронта, а многие те, которые стреляли в те, кто бежали из этого лагеря, получили похоронки, и существует даже фотография, на которой эти пять братьев, мать, девочки и вот эти два советских заключенных, советских офицера на одной фотографии находятся, запечатлены, вы представляете, что это такое, что такое быть человеком, что такое понимать промысел Божий, что такое понимать, что такое совесть, что такое искра Божья, вот это проверка на человечность, которая в те времена многие не прошли, и сейчас такая же проверка на человечность идет в наше время, задумайтесь об этом, задумайтесь, пока не поздно, ибо когда в народе человечность и совесть погибают, они вместе с собой в могилу забирают этот народ, давайте жить человеками, как это завещали наши велико мудрые предки, на семья с вами прощаюсь, желаю добра, увидимся и услышимся, быть добру. Так точно, друзья, очень душевная такая человечная концовка задумалась и каждому стоит, каждому, иначе мы не будем народом, быть добру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА